Естественный и искусственный интеллект. Два главных вопроса, которые стоят перед человечеством. И часто люди критически относятся к понятию, как интеллект может быть искусственным, потому что мыслят только люди и так далее. На самом деле искусственный интеллект — это просто термин, это такое обозначение. В 1956 году в Дартманском университете собралось на тот момент около 20 или 30 человек, которые занимались исследованием в области вычислений компьютерных, и так совместно уговорились называть это дело искусственным интеллектом, то, чем сфера, в которой они занимались. На самом деле человеческий интеллект — это очень большая загадка, потому что те тесты на интеллект, которые вы проходите, на самом деле это не тесты на интеллект, это тесты на разгадывание ребусов. И если вы из другой культуры, если вы приучились другие ребусы разгадывать, то вы можете набрать низкое IQ, хотя на самом деле вы очень смышленый и продвинутый даже в интеллектуальном плане человек. Поэтому мы мыслим, искусственный интеллект, я еще люблю его называть машинным интеллектом, считает. Значит, вот мысль отсчета состоит в следующем. Когда вы мыслите, вы предполагаете пространство, в котором еще ничего нет, и которое вы пытаетесь создать. Искусственный интеллект — это интеллект, машинный интеллект, который работает в большей степени на то, какую информацию он может изъять из существующих сейчас возможностей. И пока это принципиальные различия. До тех пор, пока у нас есть способность разворачивать свою мысль таким образом, чтобы создавать что-то по-настоящему новое, оригинальное, мы молодцы. Но для того, чтобы новое, оригинальное создавать, нужно иметь очень высокий такой образовательный базис, очень большое количество реальных знаний за своими плечами. И в этом смысле мы проигрываем сейчас машинному интеллекту, и поэтому он способен иногда решать задачи, на которые у человека просто бы не хватило интеллекта. Поэтому в целом я свою книгу не зря назвал «Машина мышления». Я показываю, как мышление происходит в нашем естественной среде, нашего мозга, без нашего участия. Сны — это же все, что создано вашим мышлением, вашим мысленным аппаратом. Но вы же не делали их специально, правильно? Откуда у вас появились ваши сновидения? Мозг их сгенерил, создал без вашего участия, когда вы спали, и ваше сознание вообще, так сказать, было выключено. Поэтому в каком-то смысле мы тоже машины. У нас более сложная структура организации, производство мысли, и я про это рассказываю. Но искусственный интеллект, машинный интеллект, как я его называю, он в целом сейчас уже начинает преподносить нам все новые и новые сюрпризы. Надеюсь, мы научимся скоро понимать, что он делает. Проблема состоит в том, что сейчас те, кто занимаются машинным интеллектом, искусственным интеллектом, не всегда знают, каким образом он приходит к тем выводам, которые приходят. В общем, система немножко перестала быть управляемой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...